Про таких в народе говорят золотые руки у человека. Бытовую технику и электронику со всей округи несут к Сергею Коченову. Знают, что лучше него мастера в этих местах нет. Но помимо любви к этому ремеслу, Сергей просто одержим историей. Историей Великой Отечественной войны. С ветеранами общался, собирал рассказы, непосредственно, что тут происходило. Маленькую книжечку собрал, чтобы даже не забыть для себя. Ну и попутно занимался воспитанием молодежи местной, в патриотическом русле. Влечение истории и подтолкнуло Сергея к серьезному шагу. Решил Коченов в родном селе памятник поставить. Памяти погибших в Великой Отечественной войне девушек-пилотов. Три года ушло на получение справок, разрешение архивных данных и прочую бюрократию. Полгода ушло на создание барельефа. Хвост, крыло от самолета, чтобы можно было детворе на нем фотографироваться. Это железобетон, в общем, получается памятник. Сверху стали нит. Это каленое стекло, битое. Место для него было выбрано возле железнодорожной станции. Там когда-то была доска почета железнодорожников. Все лето шли работы по подготовке. Многие местные жители помогали кто чем может. Кто деньгами, кто инструментом, кто материалом. И вот в Маховом появился свой памятник. В нашем поселке Маховое живет удивительный человек. Это Кочетов Сергей. Он решил соорудить за свои средства этот памятник. Ему стоило огромных трудов поставить этот памятник, добиться его признания, на что ушло несколько лет. Сколько средств было потрачено на барельеф и его установку Сергей не считал. Хотя и были они большей частью из его более чем скромного бюджета. Ведь не это помнить надо, резюмирует Коченов. А то, зачем он поставлен. Как такового официального открытия памятника еще не было. Закончены не все работы по его благоустройствам. Это мероприятие автор планирует провести 9 мая 2015 года. В канун 70-летия Великой Победы. Олег Рудаков, Олег Фомин, Телеканал Первый областной.